друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня меня зовут юля спасибо вам за то что смотрите наш канал и не пропускайте рекламу ну что я вам хочу сказать суббота сегодня прекрасный день оставила дома своих потомков мне нужно быстренько сгонять в каширу забрать посылки на вальбересе кое-что там уже под приехала нужно съездить забрать все давно лежат могут уехать обратно в общем смотрите надеюсь вам будет интересно давайте посмотрим что приехала во первых заказала поле фартук с нарукавниками покажу это для рисования чтобы не пачкаться она выбирала я заказывала два нарукавничка фиолетовых и вот такой вот детский фартук такой материал как зонтик симпатичный не понравится она выбирала сама там было много вариантов разных вот так и больше понравился чтобы там 300 чем-то рублей так дальше приехал чехол для телефона для моего значит рассказываю я уже позапрошенном ролике рассказывала поле ко мне пристала говорит мама сейчас делают новые чехлы на где-то там видела на тик токе или где-то на ю тубе значит чехол двойной прозрачный а между двумя слоями блестки с водой и она себе такой чехол значит закажем давай закажем мы выбирали выбирались и на в адресе она себе выбрала я посмотрю блин прикольно мне тоже такой себе хочу и себе тоже заказала бы сказал у разных продавцов у нее телефон у меня xiaomi девятка у нее samsung ну такой попроще скажем так и мне чехол приехал а ее еще только написано что он еще только отгружается продавцом фишка в чем я сейчас как так сказать им имею опыт расскажу знаете как бывает значит когда ты работаешь с вальдересом ты можешь либо отвезти свой товар им на склад платить за аренду за то что твой товар лежит у них на складе но они когда заказ приходится своего склада берут и сразу приводит но есть буквально там пару дней доставка да а еще есть такая у них фишка это когда ты сам везешь то есть набираются заказы каждый день например да на завтра ты их у себя например на складе собираешь и везешь там либо в пункты выдачи либо к ним везешь то есть вот так чтобы не платить за аренду склада и когда вот этот второй вариант точно бывает долго что продавцы долго везут товар к ним на склад то есть они собирают заказ да естественно например если у продавца закажем сегодня чехол а до склада ехать там сто километров например да естественно не выгодны он несколько дней ждет пока соберется побольше заказов, поэтому доставка иногда получается дольше. Видимо, вот это такой вариант. То есть мой чехол. Видите? Там внутри вода. И такие штучки всякие плавают. Их можно, кстати, разные такие. Мне очень понравилось. Был в голубом цвете. Как будто море. Как будто там дельфин, что ли, прыгает. А вот это море, оно из блесток. Но на мой не было. На мою модель не было такого. Я вот заказала себе такой. Ну, у меня телефон сам по себе вот такого зеленоватого цвета. И я себе заказала чехол такой вот. Ну, поиграться. Кто-то пишет, что они текут, заливают телефон. Посмотрим, как он будет себя чувствовать. В общем, короче, мне чехол приехал, хотя я, в общем-то, заказала его так за компанию. А Поля очень ждет и еще не приехала. У нас сейчас, конечно, настроится. И еще приехал чехол. Это для мамы. У нее такой же телефон, как у меня. И у нее чехольчик совсем порвался. И я вот ей заказала, как подарок будет на Новый год. Я ей подарю. Она пользуется чехлами-книжками. Мне книжка неудобна. Потому что я снимаю постоянно. Иногда бывают такие моменты, когда нужно быстро телефон из кармана вытащить, включить и начать снимать. А с книжкой получится, что его надо открыть, вот так вот держать, да, снимать неудобно. То есть мне такой вот чехол неудобен. А ей? А ей очень нравится. Здесь есть отделение для этих, для карточек. Вот сюда можно денежку положить, как кошелек использовать. Да, а сюда, собственно говоря, вставляется сам телефон. Это мамулечки. Смотрите, какой симпатичный. Я выбирала, выбирала их. Там много-много-много разных. Он, кстати, не дешевый. Написано, что было, что, по-моему, кожа. Или не он кожа. Ну-ка, сейчас посмотрю. Мне кажется, он не кожный. Но все равно смотрится, как смотрится аккуратненький такой, симпатичненький. Я надеюсь, что ей понравится. Ну, мама уже все увидела. Я знаю, что она меня смотрит. Она уже все увидела. Мама, в общем, как договаривались, чехол приехал. Как договаривались, приехал. Все, теперь в обратную сторону, можно сказать, домой выдвигаемся. Мне нужно будет еще в СДЭК, наверное, в понедельник или во вторник. Но ждать до понедельника, вторника в Альберис уже было нельзя, потому что, по-моему, чехлы наши лежали долго. Я ждала фартук, пока приедет. Они же приезжают все не разом, с разных складов. Я ждала, и они уже чехлы долго пролежали. Какой интересный. И я боялась, что они убегут, поэтому заскочила сегодня. Что-то я забыла, что я снимала ролик сегодня. А я приехала домой, поставила автоклав. Вон он стоит, видите, вот там. Он уже приготовился. Теперь жду, пока остынет. Там тушенка. Сделала тушенки на рот-ротик. И собирала заказы с контракта на почту. Почту во вторник только откроется. Правда, только во вторник, но заказы уже собрала. Я предпочитаю, что у меня было все заранее. Села, сняла остатки с Вальберису, со склада. Посмотрела, что-то не хватает. Много чего не хватает. Очень быстро. Вообще, хочу сказать, что на Вальберисе все достаточно хорошо идет, несмотря на то, что там у меня сейчас маленький ассортимент. Но в общем и целом дела идут неплохо. И мне нужно кое-что подготовить к следующей поставке. Я жду большую посылку с оболочками. Там приедет почти километр оболочек. Мне нужно будет их потом делать. И сейчас хочу сделать то, что у меня есть, что я повезу. Причем, знаете, что хочу сказать? Что есть, например, вещи, которые я думала, что не пойдут. Но я не угадала. Тут вот торговля на Вальберисе это вот серьезно такая рулетка. Пальцем в небо не угадаешь. Вот пленка коллагеновая, да, у меня фабрисная. Был большой рулон. Я отправила на этот самый, на пробу отправила, по-моему, 10, что ли, штук или 20. Я ж не помню, по метру нарезаны. И они все быстро очень улетели. Прям, я прям даже удивилась, если честно сказать. Не думала, что будет на нее такой спрос. Вот, я покупала ее, потому что просили ВКонтакте ее подметраж. У меня есть листовая, а есть еще она в рулоне. Вот в рулоне можно отмерить сколько угодно, да, ну, метров. А которая листовая, она, по-моему, 60 на 40, что ли, размером. В общем. И так, что листовая у меня ВКонтакте идет лучше. А эта неудобная. А эта, она подвисла маленько. Думаю, ну, поставлю на Вальберис, а там посмотрим, пойдет. Там поле мультипы смотрят, как бы не заблокировали. Пойдет, не пойдет. И, на мое удивление, на мое удивление, она прям там не улетела. Думаю, ну, отлично. В общем, я дорезала то, что у меня осталось. Пойдет это на Вальберис. А в конце, когда рулон заканчивается, обычно получается кусок больше. То есть, вот здесь вот метр и еще плюс полметра. Мне вот полметра не к силу, не к городу. И в этом случае я делаю, так сказать, счастливую упаковку. То есть, здесь вот это полтора метра. Вот я просто уже сложила, еще не запаковала. И вот такую бумажку кладу с поздравлением, что человеку досталась счастливая упаковка. И говорю о том, что здесь больше, чем метр, больше, чем заказывали. Но человеку будет приятно, а мне все равно эти полметра, ну, они как бы не к силу, не к городу, куда мне сделать. А человеку приятно будет. а вот кому-то и настроить поднимется с покупочки ночью тебе общем я нарезала мне нужно что это дело аккуратненько сложить и упаковать коллагеновая пленка на всем классно в ней делают рулеты то есть если вы делаете куриный рулет для запекания любой вообще рулет мясной и она когда готовится она прилипает к мясу и она съедобная то есть у вас во первых рулетами красивенький получается ровненький можно есть прям вместе с этой пленкой она очень даже удобная хорошо пошла на удивление хотя вот например в контакте она у меня висит весело-висело не угадает вот она видите на столе лежит я нарезала по метру достаточно длинная ну это конечно не на один рулет здесь на много на большое количество рулетов все хранить если вдруг кто-то тоже такой пленкой пользуется не знает храните обязательно нужно закрытой упаковке иначе она сохнет коллаген он как оболочка как бы как белкозин это тонкий тонкий белкозин спилка шкурки спил он сделал общем из прессованных тоненьких спилок говяжьих шкур видите но этот очень тонкий он весь прозрачный обязательно беречь от влаги иначе он расквасится желательно не замораживать даже если вдруг заморозили то медленная разморозка и чтобы не сох а то он может засохнуть и поломаться в общем короче в пакете просто завязанного надо хранить ну и собственно говоря вот что у меня получилось ничего так вроде симпатичненько очень важно красивенько сложить потому что у меня есть тут один час найду где-то на тут вот на видите сложила посильнее чтобы неудобнее было запаивать а смотрится некрасиво так вот запаивать сложнее зато смотрите как смотрится классно все осталось этикеточки наклеить можно запаковывать